Добрый день, Камец Куральский! Поддержать их в такой сложной ситуации Поддержите уж по-настоящему Хорошими аплодисментами, бурными Женщина, покажите, как аплодируют Ну что ж, я не буду долго затягивать представление Сегодня будет несколько сюрпризов Я хочу поздравить вас в преддверии вашего праздника С наступающим праздником Пожелать вам много счастья, любви И исполнения всех ваших желаний Ну вы уже, наверное, знаете, да? Мы пригласили эксперт-визажист Передачи «Модный приговор» Жанна Санжак Калифицировали! Жанна Санжак! Спасибо за теплый прием! Я рада, что вы пришли на это событие Тем более, скоро Новый год Новый женский год До следующего, 8 марта Немножко сейчас я расскажу о себе И так как здесь достаточно много красивых женщин Я буду рассказывать сегодня и про макияж Я занимаюсь уже 18 лет в профессии Работала в разных направлениях, где можешь себя проявить визажист Но вот остановилась в конце концов на, скажем таком, психологическом макияже Сейчас очень много информации на эту тему Безумное количество направлений Информация есть как и в журналах, в ютубе Причем в ютубе достаточно много профессионалов Обещают и, соответственно, те, кто просто любители И я так понимаю, что у многих есть некая такая проблема Какой же нужен макияж И как же его сделать И какие есть особенности То есть это постоянная гонка за тем, как правильно, как правильно В итоге вот у меня есть такой небольшой курс Для того, чтобы вам все это рассказать Потому что знаю и профессиональный макияж, и бытовой макияж И сегодня буду вам как раз объяснять все тонкости Чтобы вы ушли с информации И могли дома этим всем воспользоваться Первая часть у нас будет теория Я вам расскажу какие-то особенности Про декоративную косметику, чтобы было понимание А вторая часть, это будет практика На практике я покажу тонкости как раз технические Для того, чтобы вы могли этим владеть Чтобы были вот эти вот навыки Которые вы сможете и сами применить И те, кто работает с клиентами То вы могли бы еще и донести эту информацию для своих клиентов Вообще макияж имеет огромное значение в жизни женщины Потому что это наполняет нас энергией То есть когда мы выглядим красиво Мы совсем по-другому проживаем этот день Соответственно, если каждый день такая красивая То, соответственно, это уже формируется в судьбу И в итоге вот прожила счастливая, молодая и красивая Поэтому вот эти вот навыки Каждый день что-то делая с собой Ресницы накрасила, потом там румяна То есть создаем вот эту, подчеркиваем Причем очень важный момент Это именно подчеркнуть свою красоту То есть есть направление, когда на моделях делается некий образ Так вот сейчас, как я вам расскажу Чем отличается макияж для жизни Чем отличается макияж для сцены То есть есть голливудская техника Есть европейская техника И что же нужно нам? То есть учитывая, что у нас такой сумасшедший бешеный ритм Наверняка вы тратите на макияж там не более 50, но максимум 15 минут, верно? Нет То есть, да? Нет? Меньше? Еще нет? Полтора Полтора По минимуму Слушайте, шикарно живете, у вас куча времени Вот Поэтому очень важно, чтобы это было просто, элементарно, мобильно Поэтому именно сегодня это мы будем осваивать Давайте включим следующий слайд Марина, слайд Значит, чтобы сделать красивое лицо, в первую очередь это кожа То есть не нужно от декоративной косметики ждать таких чудес Что вы нашли какой-то уникальный тональный крем Вы его нанесли и все замечательно Такого не будет То есть в первую очередь это, конечно, кожа То есть нужен системный подход Обязательно То есть как мы обычно с утра чистим зубы, умываемся Кожа требует тщательного ухода И косметика по уходу за кожей, что она делает? Она продлевает молодость То есть у женщины, именно вот у женщины, есть такой 7-годичный цикл С нуля до 7 лет Из пупсика в ребенка Потом с 7 до 14 это тинейджер С 14 до 21 девушка превращается в женщину И дальше уже процесс идет в другую сторону 28 плюс 7, соответственно, сколько там, 35 и так далее То есть до 21 мы растем, после 21, к сожалению, процесс идет в обратную сторону Так вот уход за кожей Это не то, чтобы такое прям омоложение Чтобы мы вернулись с 28 лет в 21 Нереально А вот сохранить с 21 до 28, соответственно, дальше Вот это возможно Поэтому вот этот системный уход Правильное умывание, крем утром, вечером Правильное питание, кстати, что тоже очень важно Опять же, не надо ждать от косметики Также по уходу за кожей такого чуда Что если при этом неправильное питание Все это отражается на состоянии кожи Где моя водичка? Поэтому в первую очередь, конечно же, начинаем кожи И сегодня я вам буду рассказывать в целом Про уход и про макияж Но особенно хочу сказать, что сегодня я буду это все демонстрировать На декоративной косметике Немецкой ЛР Эта косметика, она не профессиональная Она как раз для нас, для женщин на каждый день И особенность ее в том, что она уходовая То есть, что это значит? На сегодняшний день есть направление косметики Которая так и называется Косметика, в которую можно спать Что значит? Это не значит, что в ней надо спать Это имеется в виду, что если вы пользуетесь косметикой Каждый день и находитесь там в макияже 24 часа То это ни в коем случае не портит вашу кожу Потому что как раз направление, которое, скажем так, голливудское То есть, сценическое для фото и сцены То там совсем другой состав косметики И если такую косметику использовать на каждый день То с кожи просто в караул Вот как раз очень часто, может быть, вы обращали внимание Когда смотрим в журнале фотографии Звезд там до и после И смотрим, какая звезда красивая А потом раз И фотография, где она без макияжа Абсолютно натурель И такой ужас Прям, ой, какая она страшная Кожа моя Просто на самом деле Привыкаем вот к этому сценическому образу А если рассматривать такой макияж вблизи То он ужасный Ужасный, потому что он очень заметный Это достаточно толстый слой косметики Потому что на сегодняшний день В основном существует цифровая камера Что видео, что фото Поэтому особенности цифровой камеры в том Что она может вытащить все нюансы кожи Даже вот грубо говоря, прям как под кожей То есть так вроде бы лицо в жизни выглядит хорошо А на фотографии оно будет выглядеть ужасно Поэтому везде используется фотошоп И мы настолько привыкли к этому глянцу Да, что везде вот идеальные картинки Так хочется эту картинку в жизни Но в итоге получается, что когда перебарщиваем И делаем то же самое, как это делают и звезды То вблизи это шокирует Потому что достаточно плотный слой Это очень сильная амплитуда коррекции То есть для сцены, чтобы издалека можно было увидеть Глаза, губы звезды Рисуется достаточно масштабно Поэтому когда на такого человека смотришь вблизи То очень тяжело попасть вот в эти огромные глаза Ну то есть настолько рассматриваешь уже то, что сделано И совсем не видишь кто там Поэтому вот сценический макияж Реально может до неузнаваемости изменить человека И поэтому без макияжа его даже можно не узнать И это всё сцена Поэтому если вы не работаете на сцене У вас другая профессия То такой макияж, который используют звезды То для жизни он вообще не нужен Просто опять же говорю, что сейчас очень много информации в интернете Как делать именно звездный макияж И естественно, когда опять же встречаешь такую девушку в жизни То это шокирует Поэтому есть направление другое Называется европейское То есть европейцы считают, что нужно сделать максимально естественно И вот как раз вот эта философия, она очень хороша для жизни Чтобы научиться подчёркивать свою красоту Тогда мы становимся не клонами все одинаковые С одинаковыми глазами, с одинаковыми губами А каждая по-своему индивидуально красива Поэтому в первую очередь оцениваем достоинства И макияж весь настроен на то, чтобы усилить и подчеркнуть Свою естественную красоту Соответственно, когда вы это делаете Это становится достоянием всех И все понимают О, какая красивая И вот эта красивая такая по-своему Эта девушка такая Эта такая Все разные, но все хороши К сожалению, не все визажисты, мастера работают в этом направлении Поэтому вот сейчас, ещё раз я говорю Сегодня вот тема посвящена тому Как подчеркнуть свою красоту То есть на что нужно делать акцент И как это усиливать Это не маскировка как раз А подчёркивание Это разное направление Потому что очень часто как раз начинают с маскировки О, у вас синяки такие большие Там прыщ на лбу Надо это закрасить Это некрасиво Закрасили, красоты не появилось Поэтому нужно действовать наоборот И в первую очередь Это, конечно же, уход за кожей Сейчас я подсела на один такой замечательный девайс По-другому не сказать Именно подсела Ношу его везде с собой Это чудо-щётка Не знаю, как она на самом деле работает Но эффект потрясающий Советую абсолютно всем Потому что виден результат буквально через минуту Пользоваться ей нужно каждый день Утром и вечером Это такой домашний аппарат Который создаёт вот такой эффект Шикарный очищения И плюс массаж То есть для того, чтобы сохранить кожу молодой То есть получается, когда мышцы атрофируются За мышцами и ползёт и кожа Если мышцы лица в тонусе То кожа приобретает этот же, скажем так, эти же формы Поэтому использование этого аппарата на каждый день Получается каждый день такой лёгкий массаж Что через буквально неделю вы видите потрясающий результат Это хорошо уходит носогубные складки Это здорово очень подтягивается овал лица Вот пока не попробуйте, кажется, что всё какая-то сказка Когда я первый раз услышала и видела картинки До и после, думаю, ерунда какая-то Один раз делали и прям всё исчезло Вот реально, один раз делали и всё исчезло И если этим пользоваться постоянно То результат на лицо и на лице Значит, это для умывания И, конечно же, средства, которые вы используете по уходу за кожей Они очень важны То есть, опять же, чтобы тональные средства Или пудры на лице смотрелись красиво Если кожа недостаточно увлажнена, напитана То все эти средства, они не будут создавать такого шикарного эффекта Это раз И, во-вторых, когда чем проблемнее кожа Тем больше, как правило, требуется макияж Поэтому, чтобы выглядеть естественно, красиво В первую очередь, опять же, это уход Как только вы этим всем пользуетесь У вас уже всё замечательно И декоративный нужно буквально по минимуму В определённые места, чтобы просто вот эту красоту и подчеркнуть Вот, смотрите, девушка до И девушка после Да, вот это как раз и есть сценический макияж Достаточно активный, яркий И, смотрите, её вообще не узнать, правда? Значит, декоративная косметика, чем она отличается? Есть декоративная косметика, которая профессиональная Она так и называется, пром Это косметика для визажистов, для специалистов, которые работают в кино, на телевидении Где необходимо как раз вот такой сценический плотный грим Соответственно, состав этой декоративной косметики Он такой, чтобы можно было выдержать макияж В течение двух-трёх часов, пока артист пляшет на сцене Это раз Должна быть очень стойкая и плотная покрывающая способность Это два Соответственно, если вы используете такую косметику Там есть компоненты, которые настолько, скажем так, объедаются в кожу Что держатся в течение длительного времени Поэтому вот эти вот все процессы, которые происходят жизненные Они все проходят под тональным кремом И, соответственно, после того, как вы один раз им попользовались, второй раз, третий Вот этот парниковый эффект создает проблемы с кожей И кожу приходится лечить Поэтому не надо гоняться уж так активно за профессиональной косметикой На сегодняшний день настолько высоки технологии по производству Что косметика, которая не профессиональная Она уже по своему качеству и по стойкости не уступает профессиональной Можно сделать качественные, красивые макияжи для фотосессии, для сцены На непрофессиональной косметике Это раньше, вот лет 15-20 назад Это была просто вот такая огромная разница Поэтому обязательно нужно было для специальных макияжей покупать профессиональную И у всех такое бытует мнение, что если она профессиональная, значит она хорошая Она хорошая, но не для жизни Вот это вот нужно понимать Поэтому на сегодняшний день покупать профессиональную Это не совсем правильно по уходу за вашей кожей Так вот, как я уже сказала, другое направление косметиков, в котором можно жить То есть сейчас многие бренды стараются в своей косметике использовать компоненты, которые как дополнительный уход То есть сделать тонирующий эффект или украшающий, да, это уже не сложно Сейчас каждый бренд заботится о том, чтобы в косметике были компоненты, которые ухаживают за кожей Но естественно декоративная косметика, она не заменяет уход Уход это само собой, а декоративка это уже как дополнение и защита То есть какую еще функцию выполняет декоративная косметика Вы ухаживаете за кожей, вы ходите на улицу, смог, пыль, грязь, это все седает на лице Декоративная косметика, она служит как фильтр И у вас кожа сохраняется в хорошем состоянии на длительное время Если вы не используете, соответственно, она все это поглощает И получается, что тот уход, который вы используете, он не такой активный Поэтому использование декоративной косметики для жизни, это плюс еще и защита Ну и, как я уже говорила, психологический момент Да, то есть если я себе не нравлюсь, не хочу, чтобы на меня смотрели Одинусь попроще, челку вот так вот и пошла все И вот так прошла год, два, три и всю жизнь В итоге никто не узнал, что вот за этой челкой жила какая-то красавица Которая просто не использовала ничего Поэтому важный момент, еще раз повторяю Это и психологический, и защитный таким образом Когда одно, второе, третье, вот в комплексе вы сохраняете свою красоту на длительные годы И тогда меньше требуется всего остального для того, чтобы, ну, как-то усиленно, да, над этим Бороться со старостью, надо не бороться, надо ее просто предотвратить Следующая косметика профессиональная Для театра, кино и шоу, это вообще грим, это понятно, она для жизни не используется никогда И есть еще косметика профессиональная, но салонная То есть это профессиональная косметика, которая уже рассчитана для клиентов То есть здесь очень, вот, кстати, что касается грима и профессионального макияжа То есть можно сделать совсем другую картину Тоже сценический макияж Кстати, если посмотреть на балерину вблизи, то тоже очень шокирует Они глаза подводят аж вот здесь, вот так вот И вот так Брови рисуют на лбу, поэтому волосы зачесывают достаточно активно Выбеляется линия роста волос, увеличивается лицо И со сцены видно все красиво, как она моргает большими ресницами Это конкурсные макияжи Тоже для такой макияжа требуется косметика профессиональная Она еще отличается высокой пигментированностью То есть косметика для конкурсов должна быть очень сочной, яркой То есть цветопередача и также для фотографии То есть когда делаются какие-нибудь креативные макияжи Вот нужно, чтобы камера не съела пигмент Поэтому, опять же, профессионально отличается тем, что там очень яркие, насыщенные краски Косметика, которая для жизни, то есть там может быть цвет внешне выглядеть такой же, как и в профессиональной Но пигмент более нежный, то есть адаптированный для жизни В принципе, любой макияж подиумный можно сделать и для жизни То есть тут вот как раз мы учитываем амплитуду коррекции, да, чтобы нарисовать не так, как на подиуме То есть бывают такие тенденции, что вот ты на нас смотришь, думаешь, ну как вот это можно использовать в жизни Ну это же ужас, реально бывают такие макияжи, которые для жизни совсем неприемлемы И еще профессиональная косметика отличается тем, что очень огромные и большие палитры То есть визажисту удобно Я пришла, раскрыла свой чемодан, у меня там огромная палетка теней, пудр То есть мне не нужно открывать каждую баночку, у меня все под рукой есть И когда клиенту предлагают профессиональную косметику, это неудобно Вам нужно из этой палитры два цвета, а приходится покупать целую палетку А это уже другие деньги, и как вы будете это носить с собой То есть получается это уже отдельный чемодан, косметичка, где у вас профессиональные средства И еще нужно уметь пользоваться Бывает в профессиональной косметике такая концентрация, например, для того, чтобы затонировать Вот так нужно взять вот такую вот каплюшечку средства Если вы не знаете, как пользоваться, взяли чуть побольше Ну, кажется же, что мало, но как можно вот этим накрасить полтела? И в итоге получается перебор, и вы разочаровываетесь, все это заметно, грязно и так далее Поэтому в итоге отказываемся Поэтому профессиональную косметику раньше продавали только специалистам Специалисты понимают, как этим пользоваться, и тогда они могли уже рассказать клиентам Вот почему сейчас в магазинах парфюмерии и косметики Практически у каждого стенда есть консультант именно этой марки Потому что косметика, которая сейчас продается в магазинах, она тоже, скажем так, полупрофессиональная Там очень много средств, которые взяты из профессиональной косметики И до сих пор, кстати, многие консультанты тоже не знают, как пользоваться Там такие слова, как шейдинг, хайлайтер Они не понимают, куда это наносить И бывает продают средства не по назначению Такое достаточно часто приходит ко мне клиент и говорит Вот я купила вот этот хайлайтер, я его наношу сюда А там такие блестки И если эти блестки нанести под глаза, чтобы замаскировать тени под глазами Там, получается, все это блестит еще больше И в итоге вот такие вот пельмешки То есть вроде бы хотела скрыть недостаток, а нарисовала другой И вот таких средств очень много Я вам сегодня расскажу, что такое хайлайтер, что такое шейдинг Немножко, что такое стробинг Это новое направление в макияже Чтобы вы разбирались Вот еще вариант сценического макияжа Значит, с одной стороны, конечно, все здорово Замечательно красивая девушка И в этом можно поиграться То есть если, например, вы решили организовать фотосессию Хочу себя увековечить И выглядите в образе кошки Вот такая красивая И вот в этом макияже невозможно жить То есть когда делается вот такой сценический макияж Буквально через 5-10 минут, когда есть мимика Все это заваливается в мимические морщинки Даже если девушка очень молодая С супругой кожей Все равно косметика начинает потихонечку фиксироваться и проваливаться Поэтому такой макияж, он требует постоянной коррекции То есть во время фотосессии Стоит рядом визажист и постоянно поправляет макияж Вот она улыбнулась Все это завалилось Сейчас, секунду Подошел визажист Все это поправил Припудрил На 5 минут она опять красотка Потом еще проходит 5-10 минут Опять все это заваливается Опять поправляется Поэтому в жизни это не выглядит, опять же, красивым А на фотографии это фотография И чаще всего эти девушки на фотографиях Они максимум улыбаются вот так Вот так это не улыбается Потому что улыбнулась, опять же Вот здесь вот это все заваливается Вот пару раз улыбнулась Нужно поправлять тональный крем Поэтому все эти фотографии Они достаточно такие статичные То же самое, посмотрите Да? Что? Из дунушки, говорю, красотка С обращаем дунушки Ну, в принципе, и так она Само опасение плохая Просто кожа вот не так хорошо выглядит Здесь просто реально другой человек Это некая маска Вот, пожалуйста, Кристина Агилера Тоже сценический макияж Если вот рассматривать его вблизи То это такой же плотный слой Но такая она и на сцене стоит Поэтому это нормально У нее профессия такая Что касается косметики магазинной Значит, различается таким образом Есть косметика класса люкс Которая делится на два направления Значит, есть направление Ну, скажем так, я ее называю модное Это косметика, которая пришла из дома мод То есть Шанели, Сен-Лоран Изначально это была одежда Потом это была декоративная косметика Потом парфюмерия Нет, одежда, парфюмерия, декоративная косметика И последнее, что у них появляется Это, как правило, уход И эти бренды предлагают на каждый сезон коллекции Которые в тенденции моды То есть есть, например, определенное сегодня направление Допустим, там черные губы И вот эти марки будут выпускать черные помады Черные блески И те, кто понимает моду Следует ей То тогда такие девочки с удовольствием покупают Такие цветовые нюансы в декоративке И пользуются, и выглядят модными Есть направления, которые из косметологии Это Ланком, Эстелаудер Кларанс, Клиник и так далее Элизабет Арден То есть изначально это был косметолог Потом у нее появилась линия по ходу за кожей Потом, как правило, парфюмерия И только потом декоративная косметика И у них философия такая То есть, если вы используете наш уход Значит, у вас замечательная кожа И поэтому декоративная косметика идет Как продолжение ухода И подчеркивание вот этой естественной красоты То есть, когда вы подходите к тестер-стенду Вы увидите, что у одних брендов Будет косметика по цветовой гамме Такая может быть достаточно креативная То есть, не на каждый день Я имею в виду по цвету Достаточно смелая А в косметике, которая от косметологов Там палитры чаще всего спокойные Пастельные То есть, практически натуральные Что касается масс-маркета Еще, конечно, понимаете, да Ценовая политика Что люкс и масс-маркет Разница будет, что люкс это где-то от 600 рублей И выше там 5, 10, 15, 20 До бесконечности Масс-маркет это где-то до 600 рублей Раньше масс-маркет очень сильно отличался По качеству Сейчас вот эта разница Между масс-маркетом, люксом, профессиональной И даже в том числе и сетевой Вот разница незначительная Просто потому, что сейчас те технологии Которые используются Они уже доступны И очень часто, кстати, в магазине Вы сможете купить один и тот же продукт В разной упаковке Потому что ничего такого сверхъестественного Не так часто придумывается И поэтому, кто не ориентируется в коллекциях Можно купить, например Я просто несколько лет работала в Шанель Когда я только пришла Там появилась весенняя коллекция И были такие красивые золотые румяна Которые можно было использовать Как тени для лица, для декольте Лимитированная коллекция Лимитированная, эфемерная, звездный продукт Это продукт, у которого ограниченная серия То есть выпускается на определенный период времени Проходит 4 года Выпускается этот же продукт И опять преподносится как уникальный новый продукт Вот продукт-звезда И все приходят Что это? Это новое Ой, надо брать Лимитированное Значит, потом не будет Проходит еще 3 года Опять этот же продукт Просто так как я это хорошо знаю Поэтому я спокойно это отслеживаю Кто не ориентируется И не отслеживает так коллекцию То для каждого человека Это опять новый продукт И вот они выпускают Одно и то же очень часто Да, но вот В разных упаковках Или разный дизайн Ну, на самом деле В этом нет ничего ужасного Потому что действительно Хороший продукт И просто периодически Это для того, чтобы Ну, вот привлечь клиента Да Есть такая потребность Постоянно что-то покупать Кстати, Вы знаете, что По статистике В кризис декоративная косметика Покупается еще больше Потому что Не знаю, да? Потому что Уже, может быть, нету Так, скажем Экономия И нет возможности Съездить там Лишний раз Второй-третий За границу Отдохнуть, да? Или купить себе там 25-ю сумочку А помаду Купить можно всегда И поэтому Получается, что Это такое для женщины Удовольствие Денег это стоит немного И в итоге Вот мы таким образом Пополняем себя Новая покупка Здорово Поэтому декоративная косметика И парфюмерия Она продается Значительно активнее Кризис Чем нежели В другие времена Так По поводу Масс-маркета Хотела сказать, что Есть некоторые там Продукты Которые не уступают По качеству Люксу И профессиональной косметике То есть Очень многие визажисты Топовые Используют На сегодняшний день Косметику Такую сборную солянку Есть и масс-маркет Есть и что-то И сетевая И люкс И конечно же Профессиональная Что касается Косметики Например ЛР Огромный плюс Потому что Опять же Если мы говорим Про молодость То важно Ее сохранить Так вот Сейчас Как я уже сказала Основная задача Многих брендов Сделать так Чтобы в составе Не было средств Которые Ну наоборот Могут Спровоцировать Какие-то Воспалительные процессы И соответственно Преждевременное старение Поэтому стараются В косметику Внутрить компоненты Которые будут Как натуральные Как дополнительный уход Так вот В косметике ЛР Ну она Минеральная Что это значит То есть Косметологи И хирурги После различных Процедур Для кожи Рекомендуют Использовать Только минеральную косметику Потому что Минералы Они Как бы Заживляют кожу То есть Они быстрее Восстанавливают После различных Процедур Поэтому Такая косметика Она считается Как лечебная Поэтому Почему Вот хорошо Использовать Такую косметику На каждый день То как раз Вы не портите Кожу Потому что Бытует такое мнение Что тональный крем Портит кожу Да Все такое слышали Кто так считает Никто Ну хорошо Во-первых Этот миф Он идет Чуть ли не с 20-го года Первый тональный крем Был заготовлен Макс Фактором Максим Фактор Одессит Который в свое время Уехал в Америку И работал гримером В театре И вот он первый Кто нахимичил И сделал из пудры Тональный крем И вот этот тональный крем Он же был Сценический Он был Именно для театра Как грим И когда голливудские звезды Стали выходить На экраны С идеальной кожей Женщины посмотрели И сказали Мы хотим этот тональный крем Дайте нам его в жизнь И стали этот тональный крем Продавать Так вот Состав тонального крема Был такой Что как раз Вот этот парниковый эффект И все проблемы с кожей И вот тогда Мамы Там своих дочерей Предупреждали Доченька Только не пользуйся Тональным кремом Он портит кожу И вот этот миф Он так вот до сих пор Иногда До сих пор идет Но опять же я хочу сказать Что производство Декоративной косметики Сейчас Кардинально отличается Поэтому тональное средство Не портит кожу Кстати даже есть уже Декоративная косметика Специальная для мужчин Есть пудры загарные Тональный крем Помады Спасибо 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 Сейчас я вам расскажу Как же сделать Вот этот макияж Без макияжа Это самый популярный Макияж Который не выходит Из моды На протяжении Уже многих лет Это называется Как базовый Универсальный Повседневный Натуральный Естественный Мют Как обнаженный То есть Самое главное Создать вот этот вот эффект Чистого Умытого лица Для этого необходимо С одной стороны Достаточно много Средств Но Сейчас на практике Я вам покажу Как раз Как эти все средства Использовать Чтобы в итоге Получилось ощущение Что на лице Вообще ничего нету Но при этом Красивая кожа То есть При близком рассмотрении Макияж Не должен читаться Поэтому вот здесь Помимо того Что вы используете Хорошую косметику Еще важны технические моменты Просто как вы это наносите И Опять же Вот эти навыки Которые вы приобретете Если каждый день Вы будете это использовать В итоге у вас макияж Будет По времени Ну буквально там 5-7 Ну максимум 15 минут Все очень легко И просто Когда вы это знаете И соответственно Все это очень сложно Когда вы этого не знаете И вот посмотрите Вот этот макияж Вот если взять Любой глянец А можно у меня Журнальчик Каталог Каталог Да Есть? Спасибо Вот этот макияж Без макияжа Сейчас побольше А там Такой же Есть три варианта Спасибо Берете вообще Любой в принципе Глянцевый журнал И Достаточно много Таких фотографий Где Выглядят Девушки Практически Как будто бы Не накрашены Ну вот здесь Если рассматривать Конечно видно Что у нее там Чуть-чуть губы И как будто бы Немножко ресницы накрашены Вот этот вот Базовый макияж Он Еще раз говорю Используется практически везде Но я помните Вам говорила Что очень важно Для фотографии Очень активно Используется фотошоп Поэтому например Для того чтобы сделать Макияж для фотографии В общем-то я делаю То же самое Этой же косметикой Просто использую ее Намного плотнее Опять же плюсы Декоративной косметики Сейчас Что Не надо специально Покупать профессиональную Можно не профессиональную Но сделать и сценический макияж Достаточно легко Так вот Макияж без макияжа Вот посмотрите Видите Девушки Ну как будто бы Просто умытое Но на самом деле Здесь сделано Все по полной программе База Тональный крем Корректоры Хайлайтеры Подры Моделирование лица Брови Глаза Губы Все сделано Использовано Достаточно много Средств Но Создается иллюзия Отсутствие макияжа Вот в этом И заключается Профессионализм То есть профессиональный Макияж Это не профессиональная Косметика Профессиональная Косметика Это насыщенность Концентрация Плотность А профессиональный Макияж Это когда Макияж Адаптирован Под то Скажем так Место Мероприятие Где вы Находитесь То есть Если вы Выходите на сцену Или вы решили Сделать фотосессию То тогда Вы используете Косметику Так чтобы она Была красива На фотографии Если вы Краситесь Для жизни Если вы Работаете с клиентом И вам нужно Ей помочь Подобрать декоративную Косметику То профессионализм Будет заключаться В том Чтобы удовлетворить Ее пожелания У каждого Есть свое Понятие Как Что такое Красиво И для кого-то Там Очень плотный Тональный крем Это здорово А для кого-то Это ужас И так правильно И так правильно Поэтому Когда приходит клиент В первую очередь Я выясняю Чем вы пользуетесь Что вам нравится И уже исходя из этого Подбираю так Чтобы было комфортно И вот еще раз повторяю Для каждой Комфорт Это что-то свое У каждой Есть свой Бзик Можно так сказать По поводу того Как должны быть Брови Ресницы Губы Кто-то губы красит Кто-то вообще не красит Для кого-то Ресницы Если не накрасилось Все значит Из дома не выйдут И вот у каждой Есть свои такие Фишки Тараканы Тараканы Свои в голове Да И все кстати хорошие Вот опять же Базовый макияж Только более интенсивный Так вот Натуральный макияж Есть три варианта Первый называется Камуфляж То есть когда вы Находитесь дома Или за городом То есть нет необходимости Делать макияж По полной программе То можно Воспользоваться Минимум декоративной Косметики Чтобы хотя бы Немножко скрыть Некоторые Нюансы на лице Да Ну тени под глазами То есть они создают Такой немножко Уставший вид Если чуть-чуть Воспользоваться Специальным корректором То создается Эффект сразу Свежести И молодости Если вы Используете Тональные средства То тоже Это может быть По минимуму Или подро Для того Чтобы просто Чуть-чуть Выровнять лицо И сейчас Я вам покажу Верну Картинку Где девушка У нас Абсолютно без макияжа Но при этом У нее на лице И нету Ничего Из украшения Скажем так И здесь же Не видно Что у нее есть Синяки Там еще Какие-то проблемы Да Там морщинки Или цветовые нюансы лица Ладно Расскажу На себе Покажу Значит Есть Золотые правила В макияже Которые подходят Абсолютно всем И вы должны знать То есть Когда Мы Делаем Макияж То очень важно Чтобы в лице Появилась Некая динамика То есть Форма бровей Форма глаз Скулы Уголки Губ Нижние скулы Они должны Ити В легкой параллели Это создает Эффект Как раз Молодости Динамики И Такого Лифтинга И вот Когда Мы делаем Макияж Если мы Вот эти Линии Подчеркнем А они В принципе У нас у всех Естественно Есть Так вот Это самое главное Как только Вы это сделаете Лицо Автоматически Смотрится Моложе И вот Как раз Сейчас Когда у нас После небольшого Перерыва Мы приступим К практике Вы увидите Насколько Это сильно Работает Это даже Не то Чтобы Мы что-то Украшаем Если Вы уберете Следы Усталости Это Такой Ну как Омолаживающий Вариант Макияжа То есть Это не значит Что Старое И нужно Омолодеть Имеется Ввиду Что Может быть И молодая Девушка Но не Выспалась Маленький Ребенок Работа Стресс Питание Еще Что-нибудь И в итоге Все Вот эти Линии Они Концентрируются Отлично По центру То есть Это Синич И Если Присмотреться Вот здесь Внешний Слизнячок Идет линия Розовая Или бежевая Или коричневая Которые Создают Вот такой Слегка Опущенный Глаз Потом Носогубные Складки Уголки Губ Если Опускаются То эти Все линии Они еще Сконцентрированы В центре Лица Сейчас Я быстренько Вам нарисую Схематично Я не умею Рисовать Вот это максимум Пойдет Пойдет Так вот Как раз Как-то девушка На фотографии Вот смотрите Линия Раз Линия Два Линия Три Линия Четыре С возрастом Если появляются Еще брили Линия Пять И все эти Линии Они Видите Идут Вниз И они Все Друг друга Усиливают И все Эти линии Они Сконцентрированы В центре Лица Поэтому Когда Смотришь На лицо То Акцент Идет Естественно Вот сюда И вот эти Линии Диагонат Который идет Вниз Она Намного Сильнее Чем Диагональ Который идет Вверх Даже если При этом Четыре Лица Не опущены Так вот Самое Главное Правило Которое Нужно Знать Что все Линии Макияжа Должны Идти В легкую Диагональ Бровь Глаза Верхние Скулы Уголки Губ Нижние Скулы И это Параллельные Линии И вот Они Как раз И создают Вот эту Динамику Причем Вот эти Линии Все могут Быть натуральны Это не то Чтобы мы Рисуем Вот если При правильном Подходе Вы возьмете И слегка Буквально Затонируете Вот эти Нюансы Уже Лицо Автоматически Выглядит Молодым Вот Вы не Старались Красить Красиво Глаз Вот Это Все Только Больше Усугубляет И в итоге Получается Вот Такой Уставший Эффект Панды Поэтому У нас В косметике Есть Специальные Средства Которые Не видны На лице Используются По минимуму И дают Вот такой Потрясающий Эффект Молодой Красивой Коже Так вот Когда Лица Типа Не накрашены Но при этом Выглядят Вот такими Ухоженными Красивыми Это просто Правильное Использование Тональных Средств И Как раз Вот этих Хайлайтеров То есть Такие Средства Которые Поддают Делают Внутреннюю Подсветку Вопрос Хайлайтер Продвинутые И Значит Как я уже Сказала Есть Три Варианта Макияжа Без Макияжа Первый Вариант Это Камуфляж Второй Вариант Это Скажем Так Эффект Рекламы Вот Такой Чисто Умытое Красивое Лицо А Третий Вариант Это Можно Сказать Как Подиум То есть Это Тот же Макияж Та же Декоративная Косметика Просто Более Интенсивно И Вот Этот Макияж И в пир И в мир Куда Угодно То есть Он Именно Как я уже Сказала Базовый Естественный Натуральный Повседневный Универсальный Нюд То есть Чисто 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 Лицо Обнаженное И Он Используется Как основа Для любого Декоративного Макияжа То есть Если нужно Как-то Сделать Что-то Понаряднее Покрасивше То тогда Этот макияж Очень легко Трансформировать В более Вечерний Сейчас Тогда Мы сделаем Небольшой Перерыв И У нас Уже Подготовлены Модели Я теперь Буду Все это Тоже Рассказывать Только Более Точно И Показывать Как Это Все Нужно Использовать И Объяснять Какие Декоративные Средства Необходимо Иметь У себя В косметичке Для того Чтобы Создать Для себя Вот этот Вариант Универсального Идеального Макияжа Крещен 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 Крещен